есть у меня там своя теория по поводу тех кто служит в армии 6 типов типов людей до которые приходят в армии то есть первое это подсознательные насильники убийцы да я видел таких причем звездой с этой стороны видал такие которые вот он всю жизнь мечтал вот и тут есть шанс такой но это очень мало таких очень мало вот и они заканчивают очень быстро и некрасиво потому что ну она короче вот эта вот энергетика вот это вот отрицательно на все привлекает 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 и когда ее собирается очень много с человеком что-то случается и вот у меня был только случай когда был человек он реально ну садист там садисадисадис потом раз так получилось что прилетела арта и все рядом живые попала примут прям в него в него карман то есть надо на второе это где-то наверное может быть подавляющее большинство не считаем обе ков этот деньги потому что ну сам знаешь регионы сам катался где какая зарплата на потому что тут можно потом например пойти каким-нибудь водителям тылового обозного подразделения получает ему 200 тысяч свои и радоваться жизни вот третье это те вот как как я на этом прихожу но у нас тоже не сильно много в тайбах да не таких много очень это ребята которые приходят сюда именно за справедливость потому что ее до хрена в мире и и вокруг и у нас и везде то есть я даже говорю про то что вот вчерашний на случай мы узнаем что противнику привезли 100 мавиков а мне 0 причем мне 0 мавиков привезли с момента моего приезда сюда ничего не дали есть люди вот тоже да опять же тут какую можно справедливость искать или чё-то там да я например ребятам сейчас госнаграду выписал белому тоже кстати потому что молодец он дважды спас жизнь как бы нам и это очень ценю это было сверх вот этой вот работы то есть он делал это сверх всего сверх того что должен тогда да 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 в три раза больше чем должен делать например вот он сюда тоже пришел также как и я как сюда также пришел какая то есть мы сюда пришли вот именно вот зовут этим потом 4 именно 4 класс людей никто же хватает это короче те кто потерял себя то есть тут у него там грубо говоря дома какой-то там жуть какая-то развелся или что-то произошло такое что подкосило когда ты гражданский человек или там бывший военный до тебя подкашивает и ты начинаешь искать смысл какой-то или на что-то способен что-то умеешь вот ну и вот как бы человек он непосредственно приходит сюда испытать себя вот то есть и найти все ответы на все вопросы по что-то мне есть человек один который он там дома у него сложилась очень сложная ситуация вот ему пришлось там и развестись и поскандалить и потерять половину имущества и вот это все вот это все и он просто собрал вещи уехал на войну и показать что он представляет что он себя стоит как мужчина доказать да 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 и вот он недавно там начал сомневаться этими высушили ты меня спроси как бы твой командир друг брат боевой все все что ты хотел доказать уже доказал мне и ребятам но и есть еще один такой класс людей но это как сказать это вот самый педагогистический класс людей да есть такой у нас я тут не знаю может услышали нет я тут хуже садистов и убийц да это вот как я недавно с одним народным депутатом я замысил ну не знаю слышали нет на многих каналов больших на маленьких это люди которые поймали вот эту вот волну чтобы просто понимали у него однофамильцы почему-то все все в мэрии сидят да это люди которые на вот этой вот войне решили обогатиться озолотиться то есть заработать до дохты по моря заработать ему вручили вот я тебе просто скажу тоже куда и у меня же как бы как у командира я же свои же ну думаю думаю в голове и я же не все личном составу показываю у меня там тоже и проблемы есть своими все это но несмотря на все это я на позитиве постоянно вот у меня строю на момент моего прихода осталось живыми 35 процентов личного состава то есть когда я вернулся когда я пришел сюда я их вывел из где они были места дал им отдохнуть начал с ними заниматься мне стали присылать у меня тут просто своя слава в этом подразделении я самый большой поборник алкоголиков наркоманов я с этим борюсь очень активно то есть все вы все вот эти вот люди алкоголики наркоманы косячники те кто убегал с поля боя их присылают всех ко мне на перевоспитание но они остаются у меня как выяснилось я раньше думал что все эти люди не хорошие особенно те кто убегают с поля боя то есть пятерном и пятисотый называем сочники самовольственной части как-то все не так просто вот с этим вот совсем и люди возвращаются ко мне и вот сейчас даже вот вы видели мальчишку который пришел ко мне высокий такой он был в самовольном оставлении части но его вернули ко мне он реабилитировался и он выполняет боевые задачи так же точно то есть военный макаренко считает да 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 и вот вот эти вот люди меня которые в основном это ну не считая контрактников это все в основном шахтеры то есть они были шахтерами их достали и шахты одели и пошли воевать причем их не учили ничему вообще ничему они три дня только учились на полигоне после чего они штурмовали мареуполь то есть у них потери были грандиозные там было много еще ошибок военных плане того что офицерами назначали каких-то проходимцев из их числа очень мало было толковых ребят офицеров на ними управляли тоже местные ребята мобилизованные то есть это все привело к большим потерям и к тому что очень много хороших ребят просто потеряли и тоже как набирали у меня есть в строю человек который вообще одно легкое есть человек у которого кардиостимулятор есть на есть человек который одним глазом не видит вот в мариуполе в том же самом донецке в луганске но вот вы наверно ездили все такие ляхи призывного возраста который спрашиваешь а чё как так чё он говорит мне при тех хорошо живусь на привозит еще лучше военкоматы конечно личным составом я не напитывают то есть если мобилизованными из россии напитывают воинские части наши подразделения никто не напитывает ничем потому что мы только недавно стали в министерством обороны то есть до этого это было днр то есть армии днр и вот эти вот ребята мои они прошли мариуполь они два раза были под угли даром они воевали тут везде по факту госнаграды никто из них не получил ветеранки только сейчас стали начинать получать и вот это вот все да вот это несправедливости вот это вот я и пытаюсь компенсировать тем что приезжают такие вот ребята как вы чё привозите да вот прошлый раз ко мне приехали ребята взяли интервью привезли там какие-то ножи красивые еще что-то подарок я взял просто вот вызвал самых таких своих нормальных адекватных бойцов я им подарил или те же самые вот у меня все пульты тройки профессиональные пульты но прошки с встроенным экраном мне почему-то опять телефоны сотовые мобильные чтобы мы летали но я вызвал там 3-4 бойцов самых таких у меня прям которые показали себя лучше всех я ему подарил а тут понимаешь вот по поводу того же самого этого депутата он отслужил три месяца вышел оттуда через месяц или полтора получил ветеранку еще через какое-то время он получил госнаграду сейчас он опять получил госнаграду он мне в личке угрожал там дочке даже переворачиваться вот только научилась недавно и дело в том то что вот как вот я даже вот как мужик я знаю что с ним сделать ну падал я на него ну сейчас там разбирательство будет ничего дальше а